День сегодня, вы с утра почистили зубы зубной пастой такой-то, она у вас заканчивается, если хотите, мы вам продублируем заказ. Это перспективно, может быть, десяти лет, пять-семь лет, это оптимистично. Я про мир говорю сейчас, не про Украину, мы с вами находимся в камерном двери. Откровенно, и по емкости рынка, и по технологиям. Все инструменты, которые будут напрямую для потребителя создавать пользу, которую может для него предоставить бизнес, любой. И они будут персонифицированы. Например, сейчас технология Callback Hunter, она позволяет делать следующую штуку. Если вы подключаете, это, кстати, технология, сейчас кто-то спрашивал про телефоне или что такое, это в эту сторону. Это первые ребята, которые это придумали, работают следующим образом. Вы заходите на сайт, и некий такой онлайн-менеджер, либо что-то похожее на это, предлагает вам, хотите, менеджер перезвонит вам за восемь секунд. Если вы говорите, да, вписываете свой номер телефона, и вам через восемь секунд, либо быстрее раздается звонок на телефон, ну, если вы свой телефон указываете. Затем, когда эта система вас знает, и вы заходите на другую какую-то страницу, где установлена эта же технология, менеджеру этого предприятия приходит смс. К вам на сайт зашел Петр Иванов. Его номер телефона такой-то, если хотите, позвоните ему. И Петр Иванов может, не оставив ни своего какого контакта, ну, допустим, раньше человек покупал там ноутбук, а сейчас он зашел узнать про регистрацию торговой марки. И ему звонит юрист, здравствуйте, Петр, вы сейчас, вижу, у нас на сайте находитесь, вам торговая марка нужна. Представьте себе реакцию Петра Иванова и качество клиентского сервиса, которое он очкидывается. Это ответ по поводу персонификации, которая вот нам предстоит еще для себя испытать. Теперь ответ по поводу, смотрите, там про SEO был вопрос, про порог входа, про AdWords, про стоимость рекламы и так далее. Значит, тезис номер один. Реклама будет только дорожать. Та реклама, которая в интернете будет, и то, что сейчас десятки гривен, потом будет несколько десятков гривен, потом сотни гривен и так далее. Почему? С точки зрения рекламных площадок, мы клиенты рекламных площадок, как рекламодатели. А рекламодателей становится все больше. Пользователей количество не так быстро растет, как количество рекламодателей. Поэтому что делают площадки? Повышают стоимость. Google это делает вообще автоматизировано в режиме аукциона, так называемого. Кто больше дал денежку, тот чаще крутится. И она будет только расти, потому что таких, как вы, как рекламодатель, как я, рекламодатель, как кто-то еще. Внутри становится просто больше спрос предложения, абсолютно экономический закон. Теперь, если говорить о том намерении, которое вы, скорее всего, озвучили, как дешево и не переплачивая получать себе целевых потребителей, целевых посетителей. Тут очень все просто. И тут, наверное, кто-то спрашивал про ключевую компетенцию, системный подход и математика. Я левополушарно мыслящий очень сильно и все к системе свожу. Мне вот, в принципе, кроме построения систем в маркетинге, ничего не нравится другому. Ну, честно. Смотрите, тут какая штука. Я часто этот вопрос слышу. Более того, сегодня с утра слышал и ровно на него в подкасте ответ давал. В чем намерение? Не переплатить за тех людей, которым мы можем пользу создать. Не переплатить, в смысле, заплатить за него не 50 гривен, а 20 гривен. Ну, почему? Потому что это эффективность бизнеса. Чем меньше мы платим за целевого клиента, тем мы как бизнес эффективнее. Ну, или вообще даже не эффективнее, а эффективнее. Потому что иногда мы можем получать прибыль меньше, чем медийщикам отдали. Но в гугл заплатили больше, чем прибыли получили. Это не бизнес, а такая неправильная благотворительность, так скажем. Смотрите. В чем основной подход? У нас есть две типовых ситуации. Либо потребитель знает, либо потребитель знает о том, что ему наш продукт услуга нужен. Либо не знает, не осознает. Если осознает, не осознает, не осознает, у меня почерк не самый лучший, проговаривать будут. Если осознает, смотрите, у нас потребитель может быть... Приведите пример, кто когда-то что-то покупал. Вот, выренька просто. Ноутбук. Ноутбук, супер, спасибо. Значит, кто-то покупает ноутбук. Как, скорее всего, действует человек, которому необходим ноутбук? Изучает свои потребности, подбирает модель согласно своим потребностям. Давайте... Вы маркетолог, нет? Ну, приходится по чуть-чуть всем. Смотрите, мне кажется, потребители не задумаются вопросом изучу-ка я свой потребитель. Он делает просто. Он зашел такой в поисковую строку, вбил ноутбук Одессы купить. И потом изучает предложение. Недорого. Да, недорого, недорого. Причем, смотрите, потребитель не хочет купить, как правило, дешево. Он хочет не переплатить. Ну, мы с вами, сами потребители других бизнесов, может, даже друг друга. Я не хочу переплачивать, я хочу хороший и не переплатить. И поскольку у меня в отношении интернета есть некая мысль, ну, там же не так дорого, как вот я в магазин пойду. Я иду онлайн, начинаю это все проверять. Я вбиваю конкретный ключевой запрос. Одесса ноутбук купить. Или примерно похожий. Да, и розетка вам высвечивается. Они отдельно молодцы. Причем в эту нишу заходить я бы крайне не рекомендовал. Эти ребята сильно вынесут конкурентов. Они сильные очень, не медийно сильные. Они начали этим заниматься в 2004 году. У них 11 лет форы. Ну, понятно. Захожу, пишу запрос в поисковую строку. Смотрите, я осознаю, какие словосочетания ввести, я понимаю, что он мне нужен. Это типичная классическая ситуация номер один. Есть классическая ситуация номер два. Я где-то бессознательно узнаю, что мне это нужно было бы. Ну, в смысле, как знаю. Но я не задаюсь этим вопросом. Я не ищу. Например, это может быть вопрос простройки финансовой отчетности в компании. ПНЛ, кэшлоу, баланс. Я не зайду. Я знаю, у меня кассовые разрывы регулярно идут, допустим. Я смотрю, что что-то у меня не так. Может, прибыль не такая. Начинаю от сотрудников думать, что-то еще думать, обдумывать. Я не знаю точно, что мне нужно настроить ПНЛ, кэшлоу, баланс. Я не зайду в Google, не напишу, как настроить финансовую отчетность в компании. Сквозную аналитику. У меня в голове такого понятийного аппарата нет. Поэтому тут нет. Но при этом у меня есть, знаете, какие факторы? Род занятий, пол, место проживания, где-то может быть семейное положение, интересы мои и так далее. То, что, грубо говоря, можно назвать соцдем характеристики. Ну, грубо говоря. Если мне 18 лет, то я, скорее всего, не целевая аудитория тех ребят, которые простраивают финансовую отчетность. У меня бизнес еще, скорее всего, нет. Если я девушка 15 лет, которая хочет снизить свой вес, скорее всего, я тоже не целевая аудитория всяких диетологов. Почему? Я, может быть, и хочу похудеть, но у меня нет денег. Ну, в смысле, у меня, как у девушки 15 лет. И они очень интересны. И тут по соцдем признакам можно выделить ту группу людей, которая вот четко-четко наша аудитория. Например, если у кого-то турагентство есть, есть у кого-то турагентство, я смотрел там, о, супер. В ВКонтакте, знаете, социальная сеть, там есть такая возможность, маркетологи называют это таргетинг, это такой очередной матюк. В ВКонтакте есть такая возможность показывать рекламу только путешественникам. Как ВКонтакте отбирает эту метрику? Как он знает, что это эти люди? Он смотрит, что какой-то человек все время заходит в Украине во ВКонтакте, а потом раз, где-нибудь из Турции. Он понимает, что кто-нибудь за рубежом, когда заходил во ВКонтакте, он просит такой, ага, мы зафиксировали, что вы где-то в другой стране, а может ваш аккаунт взломали, подтвердите, что вы в этой стране, получите смс-ку. И ВКонтакте так собирает данные о тех людях, которые путешествуют. Те люди, которые путешествуют, с большей вероятностью клиенты турагентства, чем те люди, которые не путешествуют. Понимаете логику? Вот в этих ситуациях, либо осознанный спрос, либо неосознанный, нужно действовать немножечко по-разному. Если осознанный спрос, то лучше всего выявлять тех людей, которые горячие пирожки. Если я, как потребитель интернета, в Google ввожу «Киев ноутбук купить» или подобный запрос, то я с большей вероятностью буду покупать этот ноутбук, чем если я пишу «Киев ноутбук реферат». Скачать бесплатно, без смс, без регистрации или что-то еще. С точки зрения нахождения меня в состоянии к совершению покупки, я сильно ближе нахожусь, чем тот человек, который просто обзор ноутбуков смотрит. Понимаете? Это все подписано, где-то на системе? Еще раз. Это все обозначено, да, вот эти все клиники для сооружения? Нет, скорее всего нет. Где логика подписана? Сейчас ее слушайте, записывайте. Смотрите, это общая, это common sense, логика в голове. Скорее всего есть где-то написано, у меня сейчас чуть сложно сказать. Это больше практика, наверное. Если кто-то вводит такой запрос, как регистрация ООО, то, скорее всего, для юридической компании это потенциальный клиент. Ну, регистрация ООО, ну, мало кто пишет реферат на эту тему, понимаете? Или мало кто смотрит, где какая регистрация ООО, если просто вот ему вот тут взглянул как было, посмотрю, а где регистрация ООО есть. Нет, у нас, скорее всего, с какого-то предмета исходит, понимаете? Можно нащупать потребность. Есть системы, например, вы, скорее всего, знаете, AdWords, Direct. Это все, что связано с нашим поиском. Их много. В поваренной книге веб-маркетолога, например, более 100 поисковых систем перечислены. Это чем может быть по 100? Да, 118, если я не ошибаюсь. Я вот в таком плане имею в виду систематизацию, когда вы просите 10 назвать, не чуть-чуть сложненько. Ну, их много. Доля небольшая. Смотря для чего, например, есть отдельно австралийские поисковые системы, либо китайские поисковые системы. Они очень-очень-очень... Либо там англоязычные. Они очень разные. Это вопрос детализации. Смотрите, соответственно, если мы можем знать у потребителей, какие такие слова он записывает, по которым можем анализировать, нужно ему что-то от нас или не нужно, то нам лучше всего идти в такой канал, как поиск. И он тут делится на контекстную рекламу и органическую выдачу или SEO-оптимизацию. Сейчас понятно, что я говорил или нет? Знаете, когда вводишь, и там вот объявление такие написано, реклама в поисковике вводишь, или просто вот ссылочки без объявления. Вот первое – это контекстная реклама, а второе – это просто органическая выдача, SEO-оптимизация. Я сейчас не совсем корректно говорю, но грубо говоря, да. В первую очередь нам стоит идти в эти каналы. Почему? Мы с большей вероятностью можем отделить котлеты от чего-то. От мук. От мук. Те, которые у нас покупают, либо с меньшей вероятностью покупают. И лучше сначала взять тех, кто с большей вероятностью купит. Почему? Но они ближе к осуществлению своей мечты, потребности, покупки и так далее. Грубо говоря, вот сейчас смотрите, чтобы запомнить. Если я зашел в поисковик, ввел Киев ноутбук купить, то в реальном мире я вот так вот встал на площади где-нибудь, достал деньги и говорю, ребят, у меня есть деньги, мне нужен ноутбук. Кто возьмет эти деньги? Вот примерно такая штука. Естественно, это я чуть утрирую, но логику понимаете, да. Есть стейки. Стейки есть сильные прожарки, средние и с кровью. Вот в контексте, либо в поиске, можно выявить тех, кто сильные прожарки. И ими заниматься в первую очередь. Потом, если мы ими уже вот все-все-все занялись, все запросы уже отработали, потом можно переходить к средней прожарки. Ну и потом к тем, кто с кровью еще. Их воспитывал. Это если в нише спрос сформированный. Почему спрашиваю, какой продукт, либо услуга, нужно сразу понимать, есть входящий трафик, либо нет. Для того, чтобы проверить, есть или нет, можно использовать такой инструмент, как Wordstat. Есть инструменты, которые бесплатно позволяют сразу отследить, есть спрос или нет спроса. Это первая ситуация. Есть вторая ситуация, когда мы не можем узнать, что потребитель такой вводит. Вот он находится в состоянии, смотрите, вот вы сейчас тут находитесь на мероприятии. Я с очень большим вероятностью могу сказать, что никто из вас не вошел в Google и не вписал так, какие мероприятия по бизнес-тематике проводят такая-то, такая-то, но не входил, не вводил никто там. Скорее всего, вы узнали где-то в соцсетях, либо от знакомых, либо по e-mail подписке, либо потому, что это помещение, помещение, простите, пространство посещаете, понимаете? То есть, вряд ли вы находились в поиске, в контексте. Вы не вводили туда ничего. Вот в такой ситуации лучше всего использовать соцдем характеристики либо косвенные характеристики. Мы тут все примерно одного возраста. Мы жители одного населенного пункта приблизительно. У нас у всех очень подобные интересы и другие показатели таргетинга, по которым на нас на всех имеет смысл показать сообщение. Понимаете? Мы в неосознанном состоянии находимся в отношении такой пользы, которую мы можем получить, как бизнес-информация, бизнес-образование или бизнес-коннекшены какие-то. Каждый сюда за своей пользой пришел. Понимаете, почему отличаются? Ребят, я быстро говорю, не быстро, нормально. Я... Смотрите, и теперь вот в конце последняя штука. Что нужно сделать для того, чтобы найти канал? Момент номер один. Найденный канал не означает, что он будет работать все время. Поэтому это не то, что вы раз нашли и все время работаете с ним. Эту штуку необходимо пересматривать довольно часто, а лучше держать руки на пульсе все время. Момент номер два. Если вы нашли этот канал и сделали это легко, то вероятность того, что его кто-то еще легко найдет очень большая. И чем тоньше у вас настройки, тем вы более эффективны с точки зрения бизнеса вашего. Как необходимо его искать? Сама логика. Отбирайте несколько каналов, которые по вашему, либо по мнению большинства маркетологов, либо предпринимателей могут сработать. Чаще всего это будет поиск в социальные сети, видеомаркетинг может быть, очень зависит от продукта. Если у вас платьишки или у вас есть ли турагентство, то это может быть инстаграм. Если у вас архитекторные какие-то либо дизайн интерьера, либо дизайн экстерина, то тоже может быть инстаграм, либо специализированный канал. Если у вас битубинниши, то скорее всего поиск. Что такое битубинниши? Понятно. Хорошо. То это скорее всего поиск. Если битубинниши с неосознанным спросом, то скорее всего субсидем, причем то, что касается Киева, конкретно, в Facebook лучше всего будет работать. И по возрастным характеристикам, с точки зрения стоимости, там все больнее, чем во ВКонтакте. Но, но, это с точки зрения инвестиций, которые вы вкладываете в рекламу. На что необходимо обращать внимание? Это не на те деньги, которые вы платите в сеть. Неважно, сколько реклама стоит. Дорогой рекламы и дешевый рекламы не существует. Есть реклама эффективная и неэффективная. Даже если она стоит миллион, без разницы. Если она приносит полтора, это хорошая реклама. Если реклама стоит 500 гривен, если она принесла ноль, это неэффективная реклама. Все. Как вы делаете? Определяете один, два, три, пять, семь каналов, в которые распределяете небольшую сумму денег, тысячу гривен. Я сейчас условные цифры привожу, просто для того, чтобы логику объяснить. Затем запускаете эту рекламу, допустим, мы берем Google, мы берем Facebook, мы берем что-нибудь, медийку какую-то берем. Как? Нет, телек за тысячу гривен. Нет, мы условно. Кстати, перезразницы, так точно так же можно к телеку подходить, абсолютно серьезно говорю, ютуб берем. Он просто похож будет за Google, потому что это губновский сервис. Дальше вкладываем сюда и смотрим косвенные либо конечные метрики. Какая у нас первая с вами косвенная метрика? Сколько посетителей за эти деньги из каждого канала вы получили? Допустим, тут будет 50, тут будет 100, тут будет 10. Достаточно ли информации для принятия решения, что лучше работает, что хуже? Некоторые считают, что достаточно. В моем понимании тут пока ноль информации. Следующее. У нас есть посетители. После этих посетителей считают, что что? Какими инструментами считают? Excel, прочих калькулятор. Я не вижу, сколько, с какого канала пришло. Google Аналитика. Google Аналитика. Яндекс.Метрию. Номер телефона. Что что? Если это номер телефона, в какой-то ряде в соцсетях. Подождите, для отслеживания количества посетителей вам номер телефона не нужен. Вы еще не знаете, вы знаете, браузер. Там он еще не позвонит. После того, как вы посетители на свою платформу привели, у нас будет, может быть, определенное количество этих посетителей, которые оставили нам контакт. То, о чем вы спрашиваете. Это так называемые люди. Это могут быть звонки. Это может быть, знаете, такое, перезвоните мне, когда человек номер телефона, это может быть заявка. Это контакт от человека, который в каком-то виде мы для себя получили. Это может быть даже, знаете, вот эти вот чаты и там задайте вопрос, там мы ответим. В любом виде контакт посетителя. Как только мы имеем контакт с посетителя, это наш лид. У лида одна характеристика, у продажи четыре характеристики. Мы еще не уверены, что наш лид принесет нам деньги. Но мы все равно эту метрику считаем. Допустим, из гугла тут будет пять, из фейсбука будет два, из ютуба может быть семь. Смотрите, если бы мы только этой информацией владели, мы бы какое решение могли принять? Ну, идем в фейсбук, там у нас сто, в ютуб не идем, там у нас десять. Правильно? Теперь, как только мы знаем информацию о том, какое количество лидов, у нас картина меняется вся. Мы видим, что ютуб из десяти посетителей дал нам семь лидов, фейсбук из ста посетителей дал нам два лида, а поиск из пятидесяти посетителей дал пять лидов. У нас уже более точная метрика почему? Вот эти вот люди сильно ближе к совершению нашей покупки, чем вот эти вот люди. Почему? Нам уже человек заплатил, он еще заплатил не деньгами, он заплатил нам информацию о себе, это первое, и второе, нам еще чем-то заплатил, чем? Время. Негласным разрешением позвонить ему либо связаться с ним, то есть человек нам уже заплатил своей информации конфиденциальной и разрешением с ним связаться, понимаете, это уже оплата в каком-то люди. Это так называемый концепт цифрового вущества. Смотрите, но это еще не все, что необходимо считать. После того, как мы знаем, какое количество посетителей все рынки настроены, не настроены? Настроены. СРМ-к показывает нам, сколько из этих людей совершил у нас покупку и принес деньги. Допустим, тут будет это один человек, тут ноль, а тут два. Смотрите, меняет это всю нашу картину? меняет. Если еще дальше следить за тем, сколько конкретно денег принес, в среднем лист, в том или ином канале. Мы вот только к этому моменту подбираемся к той конечной метрике, которая для нас, которая для нас,